Нурсултан Азарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития страны. В нем приняли участие премьер-министр, его заместители, председатель Нацбанка, а также министры здравоохранения и социального развития, финансов, национальной экономики. Глава государства отметил, что в сентябре этого года на расширенном заседании правительства были даны поручения. По словам президента, тщательного рассмотрения требуют вопросы аграрной отрасли. Приоритетами госпрограммы АПК должны стать увеличение объемов продукции, повышение производительности, диверсификация сельскохозяйственного производства, снижение импорта продовольствия, увеличение экспорта переработанной продукции и развитие сельхозкооперации. Мы всесторонне должны рассмотреть вопросы развития сельского хозяйства, особенно неработающие или не вышедшие на полную мощь из перерабатывающей заводы, обеспечение их сырьем. Для этого нужно проводить кооперацию. Далее, надо рассмотреть возможности снижения объемов импорта, увеличение нашего экспорта и повышение его качества. Что мы будем делать с самозанятыми на селе? Как обеспечивать их микрокредитами? Введение в оборот 600 тысяч гектаров ворошаемых земель уже сейчас нужно готовиться. Что делается? Мы уже работаем в этом направлении. У всех акиматов мы уже затребовали данные о каналах, которые нуждаются в ремонте. Для некоторых требуется оформление документов. И в 2017 году эта работа уже начнется. Объем поливных земель в стране за 5 лет увеличится на 600 тысяч гектар. Глава государства также отметил высокую долю непродуктивно самостоятельно занятого населения. По словам президента, на свободные рабочие места необходимо привлекать безработных. При этом Нурсултан Азарбаев отметил важность переподготовки сельской молодежи и повышения уровня занятости на селе. Молодежь, бесплатно мы профессию дадим, сказали? Да. Слону Джасемес. Акимат Тар набирает студентов, типо обучает, сдает экзамены, получает сертификат. То есть он становится предпринимателем или идет трудоостраиватель. Или продает свой труд и зарабатывает деньги. Средний возраст 44. Завод Тарговар в дуальном обучении получает профессию. Опять же, Акиматы потом от 1 до 6 месяцев с работодателями они решают. Экзамены сдают. Еще один момент, Нурсултан Абишевич. Мы же сейчас обучаем людей в стационарных учебных центрах. При этом отдаленные аулы у нас не охватываются. Поэтому мы планируем направлять туда мобильные обучающие комплексы. Работать они будут по принципу наших поездов в Денцаулык, которые ездят по селам и осматривают людей. Все точно так же. Поедут в село, обучат людей, выдадут сертификаты. И после этого граждане должны найти себе работу. Кроме того, министр нациоэкономики Куандык Бишамбаев доложил президенту о доступности жилья и выдаче кредитов. Глава ведомства рассказал о том, как работает жилстройсбербанк, а также какие слои населения могут быть обеспечены арендой без выкупа. Направление программы выдача льготных ипотечных займов через жилстройсбережение. Кому ипотечным займам? Потребителям, участникам системы жилстройсбережений и получателям кредитов в банках второго уровня. Вот здесь ЖСБК. Система жилстройсбережения сначала 50% стоимости квартиры отдает банку, оставшиеся 50% банк дает кредит. Где льготы? Льгота в том, что он 3 года должен копить, он не сразу получает кредит, он 3 года накапливает, а потом через 3 года может получить 50%, но получает кредит по сниженной ставке 4%. Аренда без выкупа. Это, как Вы сказали, Нурстамыч, для уязвимых слоев населения, то есть только инвалиды первой группы, дети-сироты. 25 миллиардов предполагается из бюджета выделять местным исполнительным органам, плюс они свои деньги будут вкладывать, для того, чтобы на аренду без выкупа размещать вот тех, кто действительно жарда и жог Азаматар.